Всем привет! Снова здравствуйте! И давайте теперь в этом видео рассмотрим, как сделать акулу. Видео по этой теме очень много в ютюбе. Много вариантов акул сделано уже, так что можно это все дело посмотреть. Но рассмотрим два варианта. Это как делать болванку в скульптрис и как делать болванку, допустим, в забраж. Начнем со скульптриса. Моя любимая программа. Так, включаем симметрию. Вот симметрия у нас включена. Здесь она не обозначается как в забраж. Уже кто работал в этой программе, тот это дело знает. Так, откроем опции. Откроем бэкграунд. И давайте откроем картинку вот именно акулы. Можно и так вытягивать, конечно, без картинки. Но поработаем так. Приближенно, типа, к забраж. Также, Alt, левая кнопка мыши. Все как в забраж, тут почти работает. За исключением выравнивания модели. Так, ну что, поехали. Вот у нас полоса симметрии есть. Ее разворачиваем в эту сторону. И Alt, левая кнопка мыши. Вот так вот передвигаем. Устанавливаем на модель. И переключаемся на Grab. Вот эту клавишу. Делаем ее побольше. Вот этим ползунком. И интенсивность ставим поменьше. Так, опять же, вытягивание, чтобы делать, нужно первым делом поставить, немножко массы накидать, чтобы не рвала модель. Это делается вот, переключаетесь на Drive. Вот этот. И ставите вот сюда, немножко добавляете. И немножко добавляете с этой стороны. Посмотрим теперь, как она будет тянуться. Вот так все это дело вытягиваем. Вот такая модель у нас получается. Немножко ее подкорректируем. В принципе, здесь не привязывайтесь сильно к какой-то детали. Она, в принципе, потом будет переделываться. Так, вот так мы это все дело здесь моделируем. Вот что-то такое у нас получается. Уменьшаем вот этот ползунок. Сильно не надо. И вот так вот это все дело сейчас здесь подкорректируем уже вот на этой модели. Вот так ее поставим. Shift. Можно все это дело сгладить. Левая кнопка мыши. И опять же, давайте вот чуть-чуть это дело все вот так вот повытягиваем. Вот вы видите, что здесь начинает у нас рвать. Ctrl Z вернемся и поставим драйв и набросаем немножко сюда массы. Вот таким образом. Чуть-чуть все это дело выгладим. И немножко вот так вот поднакидаем. Клей можно отключить. Тогда будет она вот так вот накидывать уже как стандартная кисть в The Brush. Шифт, правая кнопка мыши, все это дело выравниваем. И альтом опять вот все вот так вот переносим. Устанавливаем. Альтом делаем побольше. И вот так вот сейчас будем дальше продолжать это дело все делать. Работаем сглаживанием опять же. И вот стараемся работать вот этим ползунком. и потихоньку прибавлять. Вот именно делать форму более-менее точную. Вот так все это дело делаем. Так, в принципе, заготовка у нас готова. Откорректируем ее еще наверху здесь вот. Вот так вот. Поработаем опять же сглаживанием. И опять же попробуем подкорректировать вот именно то, что сдвинулось у нас. Вот такая заготовка у нас получилась. Теперь нужно наметить вот где будут плавники. Как мы их будем делать? Опять же ставим драйв. Уменьшаем интенсивность вот эту вот нижнюю, нижний полозок. И чуть-чуть уменьшим вот именно вот этот размер кисти. Делаем вот эту вот так деталь. Чуть-чуть повыше ее вот так вот проведем. Вот с двух сторон она у нас появилась. Выровняем опять же shift, правая кнопка мыши. И попробуем вот здесь вот еще накидать побольше вот эту вот верхнюю гребень. Вот так. Потом будем его тянуть. Так что здесь слишком тоже не заморачивайтесь. Прибавим чуть-чуть массы, чтобы тянулось хорошо. И немножко вот так вот выгладим. Шифт, левая кнопка мыши. Так. Ну что, давайте теперь вытянем. Уменьшим с помощью альт. Выровняем. И опять grab вот этот. И уменьшим вот этот размер кисти. Вытягиваем и вот так вот делаем сглаживание. Так. Теперь верхний гребень вот этот сделаем. Тоже его вытягиваем. Кстати, программа очень хорошая. Советую изучить. Вытягивается все хорошо. Все здесь делается очень мягко. Так. Теперь это все дело установим. Выровняем. Шифт. Правая кнопка мыши. И вот этот гребень немножко можно передвинуть. Передвигается он вот таким образом. Ставим grab побольше. Вот так. Наводим на нее. И вот так вот можно его двигать. Так. Все это дело намечено, сделано. Займемся теперь хвостом. Хвост делаем точно так же. Уменьшаем размер кисти, интенсивность. И вот так вот рисуем здесь. Вот таким образом. Так. Опять же выглаживаем ее. Устанавливаем как нам надо. И вот опять же грабом вот так вот все это дело вытягиваем. И опять ее выглаживаем. Так. Проделаем все то же самое теперь с нижней частью. И вот так вот вытягиваем. Опять же сглаживаем. И опять прибавляем объем. Вот такая заготовка получается. Теперь можно флатеном пройтись. Вот здесь вот так вот все это дело выгладить. И так же можно поступить с плавниками. Где-то какие-то детали. Очень хорошо он выглаживает, выравнивает. Хорошая очень кисть. Так. Акулу можно конечно полностью сделать в скульптрис. Здесь уже проблем никаких не составит. Вот эта кисть Крис, она режет, рисует. Намечаем вот так вот рот. Если будем рот делать открытым, то уже можно где-то набросать. И с помощью допустим вот этой кисти драйв сделать инвертацию. Вот так вот. Вот прибавить чуть-чуть размер кисти. И вот так вот здесь вот сделать вот так вот впадину. Сильно не делайте, чтобы модель не рвала сетку. Вот что-то такое получается. Следом также можно работать опять же драйвом. Только включив клей, как в зебраш. И вот так вот можно где-то что-то набрасывать. Если где-то вы что-то сделали дальше, чем нужно, то можно сделать маску. Это control. Вот так вот. Что-то нанести. Где-то замаскировать, чтобы какие-то детали не тронуть. И вот так вот все это дело нарисовать. А потом опять же с помощью драйв вот этого просто где-то подтянуть вперед. Также можно выгладить все это дело. И вот уже акула в принципе получает свой вид. Опять же нужно изучить краение черепа. Если вы хотите сделать хорошую модель, как здесь все уходит, где что пригладить, как у нее нос тут устроен. Вот эта вот часть тоже. Где-то она вот так вот округляется. Где-то нужно ее просто подгладить. Вот так. Где-то вот так вот сделать чуть-чуть. Наметить теперь нос поострее. вот эту часть. Вот так вот. И немножко прибавить, допустим, вот здесь вот, вот эту часть. Вот так вот. Вот так вот. Так, давайте теперь наметим глаз. Вот где-то вот тут он будет. Поставим инвертацию и вот так вот просто сделаем глазную впадину. Потом все это глаз можно добавлять. Опять же вот новый, как, новую сферу добавлять. И с нее уже делать глаза. Это вот в прошлых видео вы можете посмотреть, как что импортируется, как передвигается. В принципе, все это я уже показывал. Так, ну и давайте немножко вот так вот все это дело прибавим в объеме. И немножко вот так вот выгладим. Наметим теперь жабры. Приблизительно, где они находятся. Пять штук. Вот таким образом. И немножко их подрисуем. Интенсивность поставим побольше. И вот так вот попроведем. Так, теперь что можно сделать. Вот эту часть мы выглаживаем нижнюю. Вот эту вот. Чтобы перехода сильного не было. И ставим флаттен. Уменьшаем вот этот размер кисти. И немножко уменьшаем интенсивность. Ставим вот так вот боком. И вот так вот попробуем боком ее попроводить, чтобы они более были торчащие. И опять выглаживание. Вот таким образом. Ну и в принципе получается неплохая болванка акулы. Которой можно уже будет работать. Все, всем пока. До свидания. В следующем видео рассмотрим, как сделать болванку акулы в зебраж. И потом уже будем дорабатывать. Как-то смотреть, как челюсть вставлять. Как сделать ей классный вид. Более агрессивный. Все, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok